Сегодняшний день стал черным для мировой культуры, ведь внезапно скончалась народная артистка Советского Союза. Трагический инцидент произошел на улицах города, когда знаменитость была сбита на тротуаре молодым парнем, двигавшимся на электросамокате. По информации свидетелей, в результате столкновения артистка ударилась головой об асфальт. На момент прибытия скорой медицинской помощи, состояние народной артистки было крайне тяжелым. Однако несмотря на немедленные медицинские вмешательства, жизнь знаменитой актрисы не удалось спасти. Печальная новость о ее кончине стала шоком для ее многочисленных поклонников и коллег. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного происшествия. По факту гибели народной артистки возбуждено уголовное дело. Власти намерены выяснить все обстоятельства случившегося и назначить ответственных за эту трагедию. Актриса Ирина Алферова, прославившаяся ролями в кино, временно приостановила свои выступления на театральной сцене, чтобы погрузиться в эпическую драму «Хождение» по мукам под режиссурой Василия Ордынского. Предложение на пять лет, стать частью этого фильма заставило ее выбирать, между кино и театром, и Алферова согласилась на кинематографическое приключение. После выхода фильма «Актриса» мгновенно стала объектом обожания зрителей, а роль Даши в «Хождение по мукам» считается одной из ее лучших в карьере, по мнению многих критиков. Вопреки сложившейся драме с режиссером, Ирина продолжила укреплять свою позицию в киноиндустрии. Приглашение на роль Констанции в фильме «Д'Артаньян» и «Три мушкетера» от Госкино сделало ее еще более известной, несмотря на разногласия с постановщиком. Актриса благодаря этой роли смогла проявить свою творческую свободу и получила признание за выдающееся исполнение. С каждым новым проектом Ирина Алферова лишь укрепляла свой статус кинозвезды. Несмотря на то, что она стала сниматься реже, ее участие в проектах, таких как кинокомедия «Елки-2» и российско-французский фильм «Распутин», продолжало вызывать интерес и привлекать внимание зрителей. Ее участие в фильме «Последнее испытание» под режиссурой Алексея Петрухина, где она сыграла учительницу литературы, было особенно значимым. Более 750 человек, включая реальных жертв террористических актов, были задействованы в массовых сценах фильма, что подчеркивает серьезность и значимость темы. После всех триумфов на большом экране Ирина Алферова, также смогла поразить зрителей, своим талантом в сериале «Водоворот», где ее партнерами были Владимир Вдовиченков и Аристарх Венис. Ирина Алферова, талантливая актриса, покорила миллионы российских зрителей и стала одной из самых известных личностей в истории отечественного кинематографа. Ее величественная красота и обаяние заставляли сердца биться быстрее не только у зрителей, но и у коллег по цеху и искусству. Родившаяся в марте 1951 года в Новосибирске, Ирина была старшей дочерью Ивана Кузьмича и Ксении Архиповны Алферовых, оба из которых после Великой Отечественной войны, стали юристами и отдавали всю свою жизнь защите прав. Уже в раннем детстве Ирина проявила свой талант и интерес к театральному искусству, выступая вместе с детьми из соседства и записываясь в театральную студию. Ее мать, разделявшая страсть к актерской профессии, поддерживала и вдохновляла ее на этом пути. После окончания школы Ирина поступила в ГИТИС по совету главного режиссера студии. В Москве она встретила свое призвание и начала свой творческий путь, который привел ее к известным столичным театрам. В 1977 году она присоединилась к труппе Линкома, где блеснула своим талантом до 1993 года. Режиссер Марк Захаров считал, что для молодой актрисы важно начать с маленьких ролей, чтобы приобрести опыт и мастерство. Ирина следовала его совету, отказываясь от кинематографических предложений и стремясь стать настоящей профессионалкой театрального искусства. В школе современной пьесы она нашла свое творческое воплощение, играя главные роли в спектаклях, таких как пришел мужчина к женщине, медведь, ночь с незнакомцем. Ее талант и эмоциональная глубина привлекли внимание зрителей и критиков, сделав ее одной из самых заметных фигур на театральной сцене. Второй брак с Александром Абдуловым для многих стал символом Звездного Союза, а пару считали самой красивой в Советском Союзе. Ксению, удочеренную Александром в раннем детстве, сюрпризом стало узнание о ее биологическом отце только в подростковом возрасте. Несмотря на это, она поддерживала дружеские отношения с Абдуловым. Позднее ей удалось встретиться с Бойко Гюровым. После 17 лет совместной жизни, в 1993 году Ирина Алферова и Александр Абдулов развелись, что для многих было неожиданным. Ходили слухи, что причиной расставания стал отказ актрисы иметь ребенка от мужа. Через два года после развода с Абдуловым она вышла замуж за актера Сергея Мартынова. Их роман вспыхнул на съемках звезды Шерифа. Мартынов, будучи женат на сестре телеведущей Киры Прошутинской, оставался в браке из-за профессиональных обязательств. Когда Ксения Мартынова умерла трагически, ее дети, включая племянника Ирины Алферовой, нашли в актрисе вторую мать. Несмотря на семейные заботы и активную карьеру в кино и театре, Ирина Алферова продолжает поддерживать великолепную форму при росте 165 см и весе 63 кг. В 2021 году 72-летняя актриса Ирина Алферова перенесла тяжелое заболевание коронавирусом, после которого долго восстанавливалась. Из-за перенесенной инфекции она старалась избегать мероприятий с большим количеством людей. Однако на этот раз актриса сделала исключение. Ирина появилась на красной дорожке международного фестиваля в Чите в ярком наряде. Для этого события она выбрала элегантное лазурное платье с валанами на подоле и рукавах, дополнив образ черными лодочками на низком каблуке. На фестивале 72-летняя актриса выглядела великолепно. Она была бодра и весела, охотно позировала фотографом и общалась с коллегами. Алферова признавалась, что тяжело воспринимает свое отражение в зеркале, из-за возрастных изменений. Человек внутри не стареет. Я вижу в зеркале изменения и это болезненно, потому что это не я. Изменилась внешность, изменилось тело, а внутри все осталось прежним. Конечно есть мудрость, но все равно хочется любить, поделилась актриса. Несмотря на возраст, Ирина Алферова остается востребованной в своей профессии. Она продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, а также не прекращает свою театральную деятельность. Уже более 25 лет Ирина, счастлива в браке с актером Сергеем Мартыновым. Она всегда говорит о нем с любовью и нежностью. «Мне повезло, что у меня есть прекрасный муж. Я любуюсь им, мне нравится его лицо, его мудрость, его талант». Борис Корчевников рассказал, как спасали тяжело больную Ирину Алферову. Летом 2021 года стало известно, что бывшую жену Александра Абдулова привезли в больницу в тяжелом состоянии. Ирина Алферова до последнего отказывалась вызывать скорую. Ирина Ивановна до последнего надеялась, что у нее банальная простуда. Артистка занималась самолечением дома, но с каждым днем ей становилось хуже. Кашляла она настолько сильно, что по телефону невозможно было разговаривать, говорили в окружении звезды. Каким-то образом актрису удалось уговорить и ее госпитализировали. Приехавшие врачи констатировали у звезды театра и кино довольно запущенное течение коронавируса. Медики не давали никаких прогнозов, так как состояние бывшей жены Александра Абдулова оценивалось как тяжелое.